с вами николай пивненко в проекте даты сегодня 29 июля международный день тигра в дикой природе сохранилось всего не более 5000 особей и это число продолжает постоянно сокращаться за последнее столетие численность этих животных в 25 раз сократилась сегодня тигры находятся под угрозой исчезновения у родившихся в этот день 1883 год в этот мир приходит 27 премьер-министр италии бенито муссолини он известен нам также под именем дучи или лидер как глава фашистской партии муссолини также сделал карьеру писателя и редактора в ряде социалистических газет но потом осталась только политика и о личном муссолини нравилось быть в окружении любовниц этот факт очень пугал полицейских и охранников которые боялись что его встречи могут поставить под угрозу его безопасность 1954 год в этот мир приходит игорь крутой композитор народный артист россии родился он украине кировоградской области в детстве самостоятельно научился играть на баяне выступал вместе со школьным ансамблем но вот в киевскую консерваторию не смог поступить знаете почему завалился на экзамене по истории кпсс потом год преподавал музыку в сельской школе в 1979 крутой окончил дирижерское хоровое отделение в николаеве одновременно с учебой он подрабатывает в ресторане знакомиться там с александром сировым и вот в 1988 году он уже лауреат премии ленинского комсомола ну а скоро начинается фантастическая постсоветская карьера события дня 29 июля 1696 год триумфально заканчивается второй азовский поход петра первого московская рать осадившая крепость суши при поддержке флота построенного накануне срочном порядке воронеже заставила азов капитулировать и всем стало очевидно молодой государь-то со своими верными соратниками способен не только на потехи но и на подвиги эта победа окрылила петра и он начинает думать о строительстве настоящего большого российского флота 1836 год в париже на площади звезды ныне шарля де голя была торжественно открыта знаменитая триумфальная арка история интересная в 1806 году наполеон первый находившийся в зените своей славы подписал указ о возведении грандиозного сооружения высота 50 метров ширина 45 которому надлежало возвеличить победы его армии к моменту окончательного падения наполеона строительство продолжалось монархия была восстановлена и возведение памятника прославляющего победы ненавистного им корсиканцы естественно прекратили но работы возобновили уже в царствовании луи филиппа в декабре 1840 под сводом арки проследовал траурный кортеж с прахом наполеона вот такие они и виражи истории 1880 год в 22 выпуске журнала nature было опубликовано первое сообщение о кругах на полях это рисунки виде разных геометрических фигур которые образованы на полях полегшими растениями по поводу их возникновения высказываются различные гипотезы от тривиальные круги являются делом рук человеческих до альтернативных микросмерч шаровые молнии произведения инопланетян к 2008 году насчитывается уже более десяти тысяч сообщений от подобных кругах на полях 90 процентов которых поступает из англии 1890 год возрасте 37 лет сводит счеты с жизнью винсент ван гог его творческая карьера насчитывает всего 10 лет но наследие которое он оставил огромно сохранилось 1700 его работ почти 900 рисунков и 800 живописных полотен 80 из которых созданы им в последние два месяца жизни всего же он сумел продать только одну картину красные виноградники в орле который сейчас находится в музее пушкина в москве 1908 год столице открыто автобусное движение это амнибусы трех видов одноэтажные многоместные с открытым верхом одноэтажные закрытые купе и двухэтажные с империалом так назывался открытый верхний ярус первый маршрут был очень коротким от манежа до малого каменного моста власти предполагали пустить и более длинные маршруты из центра в рублево там кстати и проводили испытания чудо техники почти сразу после появления муниципальных автобусов по городу начинают движение частные первые московские как бы мы их назвали сегодня маршрутки 1942 год учреждаются ордена суворова кутузова александра невского орденом суворова награждались командиры красной армии за выдающиеся успехи в деле управления войсками орден кутузова второй после ордена суворова полководческий а вот на ордене александра невского изображен актер поскольку не сохранилось при жизненных портретов полководца художник поместил на орден профильное изображение николая черкасова который исполнил роль александра невского в кино 1958 год в сша появляется на со национальное управление по воздухоплаванию и исследованию космического пространства ведомство которое принадлежит федеральному правительству страны и подчиняется непосредственно и вице-президенту ответственно за гражданскую космическую программу страны а также за исследование воздушно-космического пространства и вот что интересно изображение и видеоматериалы получаемые нас и подразделениями в том числе с помощью многочисленных телескопов и интерферометров публикуются как общественное достояние и могут свободно нами с вами копироваться 1989 год в московском доме кино проходит учредительное собрание межрегиональной депутатской группы избирающие бюро сопредседателями которого становится борис ельцин юрий афанасьев андрей сахаров виктор пальм и гавриил попов это предтеча полного распада советского союза 1994 на экраны сша выходит фильм маска с джимом керри в главной роли режиссер чак рассел заявил что изначально проект затевался как достаточно жесткий фильм ужасов на основе одноименного комикса однако впоследствии он легко трансформировался в комедию которая стала буквально бенефисом джима керри по первоначальной задумке например огромные зубы маски должны были использоваться лишь для безмолвных сцен однако джим проявил сноровку и научился разговаривать с этими самыми зубами переросками что придает дополнительную эксцентричность его герою ну и последнее в 1938 году японский поверенный в делах в москве официально потребовал выводы советских пограничников с высот в районе озера хасан и передачи этой территории марионеточному государству манчжоу-го которому она якобы издавна принадлежала мы заявляем что по соглашению между россией и китаем высоты за озерное и безымянное принадлежат нам однако япония в свою очередь заявляет если требования не будут удовлетворены она применит настоящую силу военный инцидент происходит озеро хасан японские войска захватывают обе названные сопки к 8 августа подоспевшие части красной армии под командованием григория штерна выбивают прорвавшихся через границу японцев еще через три дня боевые действия прекращены но в боях на хасане погибло 650 и ранено две с половиной тысячи советских бойцов и командиров японцев вдвое меньше вот именно тогда советские журналисты ввели в оборот выражение если убьют считайте меня коммунистом так если верить красной звезде писали бойцы перед боем с вами был николай пивненко в проекте дата